Кто же? Мы его всегда ждем, всегда хвалим за его отчаяние прыжки. Давайте посмотрим, к чему они приведут сегодня. Джоан МакЛеуд, тренер Шелленбурн, бывшая супруга Николая Морозова, хореограф. Всё. В этом фигурном катании одна большая семья. Вопрос, кто папа? Да. 80 баллов он получил за свою короткую программу на предыдущем турнире Скейт Кеннеда. И это было абсолютно нормально, потому что там были четверные, были. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Чуть-чуть не хватило Кевину Рейнольдсу для своего второго рекордного выступления в короткой программе с двумя четверными тулупами. Но, тем не менее, хоть рекорд сегодня и не состоялся, но попытка-то всё равно засчитана. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие-то бородатые дядьки поддерживают Кевина Рейнольдса с канадскими флагами. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, честно говоря, в своей короткой программе Рейнольдс, конечно, в первую очередь интересен именно вот этими своими прыжками. Потому что само по себе катание пока-пока давайте посмотрим. Это Сальхов. Ну, есть там недокрут, конечно. Даже и на тройном тулупе есть недокрут. Но это был каскад 4-3. Затем 3,5 оборота аксель. Замедленным повтором даже лучше попадает в музыку. И четверной тулуп смотрим на ноги. Там, по-моему, даже было касание двумя ногами. Ну, так вот, два четверных в короткой программе-то исполнять, конечно, риск ещё тот. Не получил тот кураж, который должен быть в этой программе джазовый. Этот кураж должен, конечно, идти изнутри. Обычно Кинан Рейнольдс его получает, понятно, в чисто выгоненных прыжках. И тогда его может раззадорить это событие. Но музыка эта требует потрясающего чувства зала. Тем не менее, он может получить неплохой балл и за эту программу. Но пока-пока он всё же запоминается нам именно своими попытками прыгать и прыгать, прыгать и прыгать. А вот Амодио, наоборот, кататься. Отсмотрели судьи все замедленные повторы. И поставили Кевину Рейнольдсу 66 баллов. 35 плюс 32. 35 плюс 32. 35 – это оценка даже ниже, чем у Педро Либерса. 32 – это оценка на 4 балла ниже, чем у Флорана Амодио.